Белорусская экономика потерпает от санкций, которых становится все больше. Все потому, что президент Лукашенко предоставляет инфраструктуру страны для российских атак на Украину. Валерий Карбалевич подмечает, что пока санкции только начинают действовать, но вскоре наступит экономический крах. Именно экономика под влиянием западных санкций сейчас начинает влиять на все социальные и общественно-политические процессы. Часто бывает, что кризис подталкивает население к консолидации вокруг власти. Как это происходит сейчас в Украине. Но в белорусской ситуации есть безобразие из-за действий властей. Каждый пакет новых западных санкций появлялся в ответ на провокационные действия официального Минска. Попытки переложить вину за санкции на Запад на позицию имели частичный ограниченный эффект. Рано или поздно люди обвинят власти в ухудшении экономической ситуации. Так всегда бывает. Недоверие к власти могло распространиться и на лояльный Лукашенко-электорат. Неизбежным следствием экономического кризиса является усиление конкуренции господствующей номенклатуры за ресурсы, которых все меньше. В результате нарастают конфликты между элитами. Более того, это говорит о том, что для того, чтобы найти деньги на минимальные нужды, государство будет просто брать их из экономики. Вне зависимости от лояльности и закрытости местных олигархов. То есть режим уже поглощает своих. Естественное развитие всех диктатур. И получается, что сейчас Лукашенко является гарантией того, что социально-экономическая ситуация в стране будет развиваться только по негативному сценарию. Различные экономические, социальные и статусные потери несут не только их противники, но их сторонники, бизнесмены, бюрократия. Объективно Лукашенко становится токсичной фигурой для всех, кроме узкого круга ближайшего окружения и высшей касты силовиков. Светлана Тихановская накануне призвала страны Запада ввести еще более жесткие санкции в отношении режима президента Беларуси Александра Лукашенко, который вступил в союз с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко нанес удар в спину украинцам, но также поставил под угрозу само существование белорусского государства, заявила Тихановская на Оттавской конференции по безопасности и обороне, выступая практически из зала ожидания лондонского аэропорта. Режим продал Беларусь России, чтобы загранить свою власть, и в результате Беларусь де-факто находится под российской оккупацией. Она призвала исключить больше белорусских государственных банков из плодежной системы SWIFT, которая облегчает перевод денег по всему миру. «Я могу вам сказать, что причина этого кошмара, с которым мы сталкиваемся, это безразличие», — сказала она. «Слишком много мир закрывал глаза и позволял диктаторам действовать по-своему. Теперь диктаторы стучатся в вашу дверь с оружием в руках». Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА